Отбираем маточки на острове. Приехал и другий облет. Ось засела наша красавица, маточка Соскотраз. Вот такая рыженькая. Сейчас ей надо отобрать в клетку. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Отбираем маточки на острове. Приехал и другий облет. Ось засела наша красавица, маточка Соскотраз. Вот такая рыженькая. Сейчас ей надо отобрать в клетку. Так, ось и друга маточка у нас, кардаванчик. Соскотраз засела. Мы ее отбираем тоже. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Так, вот тут он должен быть. Сподіваюсь, его видно будет. Сейчас уже, считайте, почти 31 серпня, почти 1 вересня. Матки погано засевают, хуже. Засев есть, но бжолы могут не тянуть личинку, потому что холодно, корма мало. Не холодно, а корма мало, сухо там и так далее. Поздно, поздно уже пора, не маю взятка. Но проверено на за 7. И вот она кардаванская маточка. И мы ее отбираем уже. Кардаванчики. Островни матки кардован F0. Другий облет. Так, отбираем маточку. Зверніть увагу, з попередньої пішли бджолки. Тоже кардаван. Бачите, такие біленькие. Тільки-тільки вийшли вони. Кардаванчик. То есть те, что пробродали. Таких будет давать пчелок. А ось наша маточка. Кардаванчик. Стопомин 119-та линия АМГ. Кардован 119АМГ. Вот ее засевчик. Деяки запитывают люди, чому по два яйца. То, что бджоли обеспечили ей тільки цей маленький сотпит засев. А итальянка вообще мощно засевает все подряд. И воно шпарить везде по кругу по два яйца. Но бджоли должны оставить те, что... То есть, если они эту личинку потянут, то они оставят тільки одну. Ну вот, отбираем ее. Прогресс идет. Потихоньку отбираем маточки. Сейчас иду в клеточку. Так, вот еще одну корову нашли. Такая здорова тика, что тут была. Засеяла уже. Засевчик. Поделась, видно. Десь она побежала на другую сторону, по-моему. Да, ось она. Так, есть матки, яки постоянно прячутся. Ай, господи, ты боже мой. Ну вот, снимать видео, это, блин, я десять минут трачу, и еще матка может спорхнуть. Это таки видео получается. И она тикает постоянно. Короче, ловлю ее в клеточку. Так, ось мы видебрали еще одну маточку. Кардованчик. Вот она. Кардованца скатраз. А ось можно глянуть, так, это тут и засев. А ось можно глянуть. Пчела сменяется. Видите, здесь все виходит. Пчела Кардованца с попереднего засева, с попередней матки, отбиранной той, что два тижни назад я выбирал. И бакфаст пчела осталась. Вот сразу какая разница в пчелі получается. Вот такие вот пчелки Кардованца идуть. Рыженькие, те, что светлые. Так, оставляемо мы на третий облет. 1 вересня, сейчас 31 серпня. Трутень еще есть. Небагато. Мы резко сокращаем количество маткомест. Будет трошки маток. Ну и трутень есть. Тут и были запечатаны еще трутни. Ось наша маточка, смотрите, как шпарит. Это у моего коллеги, батьковский. И трутня, смотрите, какие кабаны лазят. Еще на один раз может выстачить. Ну, конечно, уже их будет меньше, качество будет меньше. Но еще может облетаться. То есть, когда интересуют маточки на 20 вересня, телефонуйте, еще пару штук должно быть. Кардованчик, смотрите, какой. Рыжень. Рыжень. Вот такой рыжень. Все, отпускаем назад туда. Если еще будет на третий облет у нас на вересень. 15-20 вересня. Телефонуйте. Я запишу вас. Если получится, то сделаем. А не получится, то извините. Но еще оставляем на третий облет. Кардован островный. Отбираем маточки островник. Кардованы. А с нуклеусом что мы делаем? Вот было четыре места. Вытягиваем перегородку. Маток поотбирали. Объеднуем, даем маточники. То же самое тут. То есть, с четырех мест делаем два. Рамочки сдвигаем. Так. И даем маточник сюда и сюда. Можно подводить маточника. И таким образом уменьшаем в два раза маткомест количество. Батьковские еще остаются. У них есть по трошке трутня. Ну дай бог, еще пооблетаются. То есть, кого интересует маточка F0 островна вересневого облета. То десь они будут 15-20 вересня. Телефонуйте. Я запишу вас. Если получится, то предложу. Но вы должны понимать, что уже трутня мало. Холоднейше будет. И так далее. И тому подобное. Все маточки отбираем потихоньку. Кардаваны. А, такие красавицы. Так. Ну что. Раздаем маточники. Вот мы раздаем по два маточника. Такие вот маточники. А вот видите, какие неплодочки выходят. Кардаван и Ошечка наша. Вот тика, что вышла из маточника. Она такая желтенькая, как соломина. Потом они трошки желтище стоят. Вот она тики лазит. В принципе, можно было попробовать и так кинуть туда в нуклеус. Но маток тики отобрали. Не видно, как мы не працюем на острове. То есть мы ж тики отбираем маток и сразу даем маточники. Або мы ж не можем тут целый день сидеть ждать. Поэтому желательно дать маточник. А неплодку даем уже, если матка не облетелась и ее там немаеет. Тоди можно такую неплодочку кинуть. Або в пистолетику подсаживать. Такая специальная клеточка для подсадки. Вот такая маточка Кардаван. Это 119 линия. 118 линия. Кардаван 118 мг по-моему. Это итальянская. Такая вона соломенного цвета. Ну что ж, даем маточники. Тут у нас закрытие сейчас. Так. И даем маточники. Вот таким отчином. Пускаем расплодик. Раз. С другой стороны двадцать. Вот так вот. И ставим нуклеусик. Все, собрали два. Вместе ссыпали. Трошки их перетрусили. И они объединяются сейчас. Да. И обязательно сейчас мы подгодовываем нуклеусы. Бо уже взятка никакого нет. 31 серпня. Это уже остатний облет. Ну тут будет облет уже на уровне там 10-20%. Может 30 в лучшем случае. А это мы раздали сколько маток. А облетится там 30% от них. Это будет очень хорошо. Я буду рад этому. То есть мы подкармливаем, чтобы желти что-то носились. Якийсь кандид туда-сюда носили. Мы кормили маточек хорошо. Ну они как берут этот кандид, растворяют, переносят, передают друг другу. И в том числе и матки кормят. Ну вот таким вот чином. А вот здесь мы подкармливаем. Все. Трутни еще немного есть. Скоротили количество маткомисц. Залишаем еще на вересневый облет. Матки F0. Ну тут уже, я так думаю, что больше гарантій, что будут именно наши трутни. Кардавани. Потому что уже других немае вообще. На пасеках немае. Это мы специально вывели. Вот они есть. Но минус в том, что она облетится с меньшей кількостью трутней. Матка будет чистопородной. Но сколько она трутней облетится, это уже, как так говорят. Но материал будет хороший. Что-то воно будет похожее на иошки. Может как оно там будет сиять хорошо или не очень. Но будет давать чистопородное. Надяемся на такое. Вот мы оставляем еще один облет. Кого интересуют маточки, телефонуйте. Запишу вас на вересень. И если выйдет, то запропоную вересня. В середине здесь вересня. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok